Ого! Слухай, а тебе иначе 20? Право на Орфорте нормализует сечевыпускание, оздоровляет простату, подсиляет либидо и потенцию. Человеки оценят. Женки запомнятают. О ситуации вокруг Бахмута и не только, о ситуации на фронте говорим далее. С нами на связи Владислав Селезнев, военный эксперт. Владислав, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Здравствуйте, Слава Украине. Героям слава. Владислав, можете нам тоже объяснить, почему все это упирается в российской армии, но, по крайней мере, на сейчас, к этой точке под названием Бахмут? Что вот там для них такого зарыто? Как по мне, ситуация с Бахмутом связана не столько с военной рациональностью, а с удовлетворением определенных человеческих амбиций. Такой себе Евгений Пригожин, он звучал в эфире, который предварял нашу с вами беседу, пытается доказать Путину, что его частная военная компания Вагнера более эффективна, нежели российская регулярная армия. Поэтому пятый месяц подряд вагнеровцы ложат сотни и сотни своих наемников для того, чтобы взять под контроль этот город. Насколько это эффективно получается, мы все видим. Буквально неделю-две назад украинские силы обороны в рамках проведения контрнаступательных действий полностью очистили Бахмут от российских оккупантов и бои сейчас идут в населенных фонтах, которые граничат с этим городом. Очевидно, что каких-либо перспектив у россиян по участии в оккупации Бахмута нет от слова совсем. Об этом, кстати, говорит и британская разведка, потому как ресурсы у россиян поистощились, они уже испытывают определенный снарядный голод практически вдоль всей линии фронта. Хотя потому, что если еще четыре месяца назад россияне имели возможность использовать до 60 тысяч снарядов в сутки, то сейчас активность артистского огня россиян составляет максимум 20 тысяч снарядах. Слав, два уточнения. Как вы думаете, военное руководство Российской Федерации понимает ли оно до конца? Вы говорите об истощении. Мы понимаем, что уже полгода нет никаких результатов. Здраво ли оценивает, если можно слово здраво применять, к какому-либо руководству, политическому или военному, Российской Федерации? Но тем не менее, оценивают ли они те силы, которые у них есть? Это один момент. Это к вам, как к военному эксперту вопрос. И второй момент, пусть он может какой-то политический или чисто для аналитика, возможно. Как думаете, об этом понимании докладывает ли военное руководство самому Путину? Потому что многие говорят о том, что его держат в определенном вакууме, изоляции, что всю информацию он не получает о ходе войны. Как думаете? Ну, во-первых, мы ни в коем случае не должны недооценивать нашего противника. И очень многие эксперты считают, что генерал Герасимов, нынешний руководитель Генерального штаба Вооруженных Силы Российской Федерации, является известным и серьезным противником. Он специалист в военных науках, и недооценивать его знания, понимание ситуации не следует. Но в нынешнем российско-украинском противостоянии военная рациональность всякий раз уступает политическим приоритетам. И думаю, что именно этим руководствуется Верховный Главнокомандующий Вооруженной Силы Российской Федерации Владимир Путин. Возможно, он какие-то базовые информации по реальной ситуации на поле боя знает. Но готов ли он отказаться от своих амбиций, взять и покорить Украину? Думаю, что нет. И несмотря на огромные потери российских военнослужащих, в том числе и ЧВКшников, Путин и далее готов бросать в топку войны все новые и новые десятки и сотни и даже тысячи российских чмобиков, дабы реализовать тот самый план. Удастся ли ему это сделать? Я уверен, что нет. Потому что очевидно, что нынешняя война – это война не огромных людских масс. Это война технологий, это война артиллерии. Неспроста такой высокий темп артиллерийского огня в нынешнем военно-противостоянии наблюдается. Потому как кроме российских артиллерийских средств и украинских сил обороны активно используют артиллерийские средства. И благодаря тому, что наши орудия более точны, а специалисты, которые эксплуатируют эти орудия, по праву считаются лучшими на простоларах бывшего Советского Союза. Поэтому мы имеем в настоящее время соответствующий паритет по части артиллерийских дуэлей, по части контрпатерейной борьбы с противником. Многие люди говорят о том, что переломные моменты, их уже было там очень много, разных переломных моментов. Бахмут называет переломным моментом. Кто-то указывает на то, что подобные случаи, как в Макеевке, когда несколькими точными ударами были ликвидированы сотни вот этих мобилизованных, как мы понимаем, и техника, соответственно. Вот сколько этих еще переломных моментов нужно, чтобы действительно российская армия начала сыпаться? Коллеги, тут я буду адресовать ваше внимание к заявлениям представителя Офиса Президента, господина Арестовича. Он уверен, что Украине необходимо как минимум пять успешных военных операций уровня Херсонской или Харьковской. И российская армия, собственно говоря, превратится в пыль. Ту самую пыль, которую раз за разом оставляет украинские системы Хаймарс, которые сейчас активно используются нашими силами обороны для уничтожения живой силы противника в местах экстремидачения. Понятно, что пять военных операций такого масштаба это соответствующие ресурсы, резервы, которые необходимы для украинской армии. Это процесс небыстрый. Мы видим, насколько неспешно мы получаем соответствующую материально-техническую помощь от наших партнеров. Плюс необходимо подготовить и обучить военный персонал. Поэтому думаю, что война в 2023 году будет продолжаться, думаю, как минимум до окончания лета. И очевидно, что в этом противостоянии с Россией Украина победит. Единственный вопрос, который сейчас больше всего, я думаю, всех нас волнует, это цена этой победы. Как раз таки, да, говоря о цене, которую, интересно, еще Российская Федерация оплатит. Вот сколько переломных моментов, да, Юра, ты спрашивал. А вот мой вопрос, как думаете, сколько людей готов, ну, людей, опять же таки, применяем слово так сомнительно, да, сколько еще солдат мобилизованных или это ЧВК и так далее, и так далее, готова Российская Федерация бросить на то же бахмутское направление. Можем мы сейчас прогнозировать, но, опять же, точка-то для России важная, поэтому готовы масштабно туда отправлять. Не важно, сколько погибнет, но отправлять готовы. Можно предполагать, сколько? Ну, мы уже можем говорить о том, что примерно до 10 батальонных тактических групп на бахмутском направлении россияне сосредоточили. Эта информация есть в открытых источниках, я тут не рассказываю военные тайны. Очевидно, что путинская армия будет и дальше пытаться атаковать наши позиции. Понятно, что в скором времени сойдут на ноль подразделения частной военной компании «Вагнер», далее им на замену придут те самые чмобики, и, соответственно, подразделения регулярной российской армии. Кстати, во втором эшелоне, в районе Бахмута, находятся подразделения воздушно-десантных войск российской армии, те самые подразделения, которые до недавнего находились на правом берегу Днепра в районе Херсона. Их придислоцировали на иной участок фронта. Думаю, будут задействовать их по предназначению. Будет ли более эффективными атаки в этом случае российской оккупационной армии? Я также имею очень серьезные сомнения, потому как одного обученного, подготовленного личного состава мало. Необходимо кратное преимущество в артиллерийских средствах поражения. У россиян с этим имеются очень серьезные проблемы. Владислав, говоря о тех операциях, о которых вы упомянули, ну, ссылаясь на господина Арестовича, сколько таких нужно? А скажите, когда мы делаем определенные прогнозы о том, сколько будут продлеваться эти горячие военные действия, вот эти бои, конфликты очень такой высокой фазы напряженности, скажите, когда мы выходим на определенные прогнозы и ожидания, они так или иначе увязываются с той военной помощью, которую нам оказывают западные страны, наши западные партнеры, и с тем, как западные страны, ну, смотрят на вот этот театр действий и на что они способны пойти для того, чтобы Украина победила? Непростой вопрос. Очевидно, что чаще всего наши западные партнеры принимают отложенные решения, то есть я имею в виду оружие, которое нам необходимо вчера, мы получаем от наших западных партнеров спустя 2-3 месяца, хотя оружие нужно было посостояно вчера. Это, соответственно, создает проблемы при подготовке наших сил и средств для проведения контрнаступательных мероприятий. Очевидно, что сейчас, в ближайшее время, будут созданы все предпосылки для организации контрнаступления. Где она, украинская армия, где она будет проходить, безусловно, это государственная тайна, но то, что она будет, это очевидно. Вопрос только, какими силами и средствами, и при какой поддержке будет проходить это контрнаступление, на каком участке фронта, вопрос открытый. И этот вопрос напрямую зависит от объемов и интенсивности поставок военно-технической помощи от наших западных партнеров. Хотя, да, надо дать должное, и украинский оборонно-промышленный комплекс работает над тем, чтобы украинская армия получала современное вооружение, в первую очередь, боеприпасы к артиллерийским системам, потому что, очевидно, без артиллерии продвигаться вперед крайне сложно. Здесь как раз-таки, говоря о помощи, о союзниках и о партнерах, в мае пройдет саммит G7. Зовут туда и президента Украины Владимира Зеленского. Как вы думаете, какая должна быть поддержка от «семерки» в этом году, для того, чтобы были вот эти поставки, для того, чтобы действительно это помогло остановить агрессию Российской Федерации? Безусловно, поддержка украинской армии должна быть абсолютная и безусловная. Собственно говоря, по основным компонентам той самой военно-технической помощи уже высказался генерал Залужный, главнокомандующий вооруженными силами Украины. Он сказал, дайте мне 300 танков, 600-700 единиц боевых бронированных машин и 500 артиллерийских орудий с соответствующим боекомплектом к ним. И я уничтожу врага, освободив территорию Украины в границах 1991 года. Как скоро этот кейс будет реализован? Ну, очевидно, что не быстро, потому что заявленное генералом Залужным количество бронетехники иногда превышает возможности целой армии. Владислав Селезнев с нами на связи был. И сейчас попробуем возобновить связь в связи с постоянными обстрелами со стороны российской армии, всех объектов энергетической инфраструктуры. Страдает сейчас и свет, и проблемы не только с электричеством, проблемы с мобильной связью очень часто. Поэтому, вы знаете, работа, наверное, всего и украинского телевидения, интернет-ресурсов, это все всегда вопреки. Но, тем не менее, связи уже мы возобновили. Владислав Селезнев, военэксперт, с нами на связи. Владислав, пожалуйста, продолжайте мысль. Безусловно, те потребности украинской армии, которые заявляются, они превышают часто вообще численный и качественный состав иных европейских стран, причем такого штыба, как Германия или Франция. Но мы должны понимать, что нынешнее противостояние на территории нашей страны оно самое крупное и самое масштабное со времен окончания Второй мировой войны. Поэтому тут надо понимать, что либо украинская армия с помощью военно-технической помощи наших партнеров решит этот вопрос, либо в перспективе Европа будет иметь долгоиграющий и крайне проблемный кейс вооруженного противостояния между странами коллективного Запада и Российской Федерации. Думаю, что эту проблему нужно купировать тут и сейчас, тем более, что ресурсы людские, обученные, подготовленные на ресурсы Украины и есть нам необходима техника вооружения и боеприпасы к этому вооружению. Владислав, знаете, тут возникают вопросы и к нашим партнерам. Какое они видят окончание этой войны? Что будет означать победа Украины? Что будет означать мир? Я бы хотел, чтобы мы с вами, знаете, сакцентировали внимание на вот этом слове. Оно звучит просто вроде бы. Безусловность оказания этой помощи. Ну, а нет там безусловности, как мы понимаем. Есть же не только возможности, но и присутствует определенный момент желания. Вот как сделать, чтобы эта вся история совместилась для нас с вами, для нашей с вами пользы? Коллеги, понятно, что реал-политика – это такая составляющая, от которой мы никуда с вами не денемся. И лидеры всех стран, которые принимают участие в проекте «Рамштайн-50 плюс», они в первую очередь заботятся о личных национальных интересах, вернее, национальных интересах тех стран, представителями которых они являются. Это очевидно. Но и также очевиден тот факт, что нынешняя история человечества четко имеет такие, четкие обозначенные параллели между событиями минувшего столетия, когда взращивалось немецко-фашистское сообщество и теми событиями, которые в настоящее время происходят в российском сообществе. Думаю, что те результаты, которые принесла Вторая мировая война, вряд ли кого-то утешат огромное количество людских потерь, страданий. Это не та опция, на которой следует ориентироваться к цивилизованному миру в 21-м столетии. Поэтому есть проблема, есть зло. Ему необходимо купировать, эту раковую опухоль излечить. И дальше мир снова вернется к стабильному, мирному существованию. Это очевидно. Как донести этот месседж нашим западным партнерам? Я уверен в том, что господин Кулеба и его дипломаты найдут соответствующие аргументы, чтобы убедить в этом наших западных партнеров. Потому как мы имеем неплохой кейс. Напомню, с чего все начиналось. В феврале сего года, когда наши западные партнеры крайне категорично относились к любым видам поставки военно-технической помощи, обуславливая это тем, что не встревоженная эскалация конфликта. В настоящее время, думаю, что нашли наши дипломаты, ключики к сердцам европейских политиков, или как минимум к европейским народам, для того, чтобы убедить их в том, что войну против Путина нам необходимо выигрывать. И выигрывать все вместе. Владислав, говорим спасибо огромное за то, что сегодня были с нами в эфире. Владислав Селезнев, военный эксперт, был с нами на связи. Владислав, говорим. Продолжение следует...